Взаимоотношения правоохранительных органов и населения, практика и перспективы. Этой теме был посвящен Круглый стол в Общественной палате Республики. Его участниками стали представители МВД, мэрии Черкесска, руководители общественных организаций, прирайонных администрациях. С подробностями Шерифат Лепшокова. Эффективно решать вопрос обеспечения правопорядка можно только при сотрудничестве государства и общества, говорили собравшиеся. Модератор Круглого стола, президент Адвокатской палаты Республики Руслан Кубанов процитировал слова министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он сказал, мы стоим на рубеже, за которым две автономные системы, общество и полиция должны превратиться в две части одного целого. И на работу полиции как никогда раньше будет влиять человеческий фактор. Государство прилагает большие усилия, чтобы общество видело в полицейских, прежде всего, защитников и союзников. Я думаю, что это очень правильный тезис. Тем более, что наша республика, я думаю, что это тоже ни для кого не секрет, в связи с менталитетом наших жителей, она тоже как-то является такой вот более замкнутой по отношению к правоохранительным органам. И, может быть, некоторое недоверие высказывает. Я как практикующий риск могу сказать, что действительно у нас, например, найти даже свидетелей, либо очевидцев каких-либо преступлений очень тяжело. Поднял Руслан Кубанов и проблему доступности учреждений правоохранительных органов. Недавно на окраине Черкеска было открыто новое городское управление внутренних дел. Но рядовому гражданину из-за отсутствия в том направлении общественного транспорта добраться до места непросто. Заместитель министра внутренних дел Александр Середа хорошо осведомлен об этой проблеме. Он еще раз напомнил, что гражданам не обязательно лично приезжать в городское управление. Любое заявление принимается по телефону 02 или через сайт. С переходом от милиции к полиции, конечно же, много произошло. И новые задачи появились. Это и открытость системы МВД, это повышение доверия граждан. И как одна из оценок у нас существует и ведомственная оценка внутри системы, но есть еще и вневедомственная оценка, которая тоже влияет на общую оценку подразделения субъекта от того, как его оценят граждане. По итогам опроса граждан действительно очень многое меняется. На совещании был показан фильм о работе МВД за прошлый год, в котором говорилось о раскрытии свыше трех тысяч преступлений. Также был выполнен комплекс «Мир по обеспечению безопасности в праздничные дни». Об этом говорил и начальник штаба ОМВД по Черкесску Сергей Ловчиков. В прошлом году только в Черкесске прошли сотни мероприятий с большим количеством граждан. Порядок на них обеспечивали свыше пяти тысяч сотрудников полиции. Собравшиеся за круглым столом были идти надушны. Полиции необходимо изменить сознание и понимание граждан, сделать так, чтобы общество захотело взаимодействовать с правоохранительными органами.